МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КЛЁН Пятница, 20 декабря. Около трёх часов дня в оперативных службах Твери появилась информация об упавшем дереве на улице Карпинского в Заволжье. Огромное дерево перегородило проезжую часть, упав кроной на припаркованные автомобили. Ну, классик такой. А оно от чего упало? От сараси. Старый клён подкосил сильный ветер, бушевавший накануне. Дерево вырвало буквально с корнем. К счастью, никто из людей не пострадал. Сильно не пострадали и припаркованные у расположенного напротив дома машины. И ещё, по счастливой случайности, в момент падения гиганта на проезжей части не проезжали автомобили. На ликвидацию ЧП прибыли сотрудники МЧС и Тверь Зеленстроя. Дерево спилили и убрали с дороги. 20 декабря свой профессиональный праздник отметили сотрудники Федеральной службы безопасности России. За последние месяцы в патрульной службе мы неоднократно рассказывали о результатах успешных операций спецслужб Верхневолжья. На своих экранах вы видите уникальную оперативную съёмку ФСБ. На кадрах доказательства того, как орудовало организованное преступное сообщество. Поезда дальнего следования тормозили на станции Ржев. Вагоны разгружали, товар складировали под Оржевом, затем продавали. Уникальную спецоперацию по ликвидации ОПГ провели оперативники ФСБ совместно со Следственным комитетом. По уголовному делу проходят 40 фигурантов. Пятеро дали признательные показания. Двум из них, машинисту Артёму Егорову и жителю Ржева Ивану Медькову, 4 декабря в московском районном суде города Твери вынесен обвинительный приговор. Десять лет колонии строгого режима получит уроженец Центральной Азии Абдуллох Мама Талахунов. Его задержали тверские сотрудники ФСБ за финансирование Международной террористической организации. А это оперативная съёмка задержания сотрудниками у ФСБ России по Тверской области человека, планировшего совершить суицидальный террористический акт. Как зовут? Максим. Фамилия? Цесаркин. Сотрудники ФСБ своевременно пресекли целую серию преступлений Цесаркина. Он обвиняется в публичном оправдании запрещенной в Российской Федерации Международной террористической организации ИГИЛ, публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности с использованием сети интернет, незаконном изготовлении, приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ. Решением суда он приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В Центральном районном суде города Твери продолжается судебный процесс над высокопоставленным чиновником регионального уровня. Заместитель министра экономического развития Тверской области Денис Ильин обвиняется в получении взятки. Ильин был задержан сотрудниками ФСБ в момент получения 500 тысяч рублей. Операция по задержанию чиновника проходила зимой 2017 года. Деньги, как следует из материалов уголовного дела, Ильин получил от коммерсанта за создание условий для государственного субсидирования и возмещение затрат, связанных с модернизацией предприятия. Это лишь часть успешных операций тверских чекистов по обеспечению безопасности жителей региона в противодействии терроризма, экстремизма и экономическим преступлениям. Как подчеркнул в своем поздравлении глава региона Игорь Рудене, основу спецслужб нашей страны всегда составляли сильные и волевые люди, настоящие патриоты, считающие высшим долгом служить Родине и своему народу, отстаивать интересы государства и защищать его от любых внутренних и внешних угроз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова